Всем привет! Рада вас снова видеть на моем канале Захотеть Похудеть. Ну, во-первых, хочу поблагодарить всех зрителей, которые дождались моего возвращения из отпуска. И также приветствую всех новых подписчиков, которые подписались на канал за эти две недели моего отсутствия. Я, несмотря на то, что не выходили видео, читала все ваши комментарии, делала себе различные заметки. Сегодня, собственно говоря, мы все разберем по полочкам и обсудим все темы, которые вас интересуют. Вначале хочу сказать пару слов о технической части, поскольку пришло очень много комментариев такого плана. Куда ты пропала? Почему нет сообщений? Почему нет оповещений о новых видео? И посмотрев статистику, я поняла, почему у моих зрителей такие вопросы. Дело в том, что почти 70% постоянных зрителей канала смотрят видео без подписки. Для того, чтобы получать оповещения о выходе новых видео, о записях во вкладке сообщества, вам нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик. Это абсолютно бесплатно. И тогда вы меня не потеряете, поскольку я выкладывала небольшое видео, чтобы сообщить о том, что у дочки каникулы. И, соответственно, мы поехали в небольшое путешествие. Так что подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и тогда у вас будет доступ ко всем материалам канала. Итак, сейчас будем обсуждать то, что вас интересует. Постоянно хочется сладкого. Не могу отказаться от сладкого. Все мысли только о сладком. По какой причине у нас такое происходит? Дело в том, что когда у человека не просто желание съесть что-то сладенькое, иногда это нормально. Но когда ты только об этом и думаешь, это говорит о первое, недостатке хрома в организме, и второе, о недостатке жиров. Когда человек садится на жесткую диету, на монодиету, на одноразовое питание, то, естественно, многих нутриентов он не получает. Я сейчас покажу витамины. Это мультивитамины, которые содержат не только витамины, но и минералы, и полезные вещества, которые помогают избавиться от тяги к сладкому. И для того, чтобы правильно организовать свое питание, пересмотрите свое меню, насколько много вы употребляете жиров. Скорее всего, их или практически нет, или же вы употребляете обезжиренные молочные продукты. От этого я рекомендую отказаться. Вот такие витамины я принимаю. Они с хромом, рассчитаны на 3 месяца, без лактозы, без глютена, без каких-то консервантов и колорантов, и, конечно же, без сахара. Для энергии, иммунитета и с добавлением антиоксидантов. Очень хорошая вещица. Покупала в первый раз. До этого мы и другие витамины покупали. Но от этих действительно тяги к сладкому реально нет. В качестве перекуса или на десерт, или как дополнительный компонент к тому же самому салату, можно добавлять орехи. Миндальные, грецкие, кедровые орешки. Также на завтрак, если вы любите есть какие-то бутерброды, то можно взять сыр. Кстати, о хлебе. Также очень многие спрашивают, особенно много таких вопросов под видео про диету 2 стакана, что от хлеба нужно отказаться совсем, мучное не есть совсем. Что значит отказаться от мучного или от хлеба? Конечно, если это сдоба, то от нее лучше отказаться. Если это белый хлеб, батон, то от такого хлеба, от такого мучного продукта стоит отказаться. Но хлеб из цельнозерновой муки, с добавлением злаков, с добавлением овсяных отрубей, это великолепные продукты для диетического питания. Что касается мучных изделий, я неоднократно показывала макароны, которые изготавливаются из твердых сортов пшеницы, и их необходимо вводить в свой рацион, потому что они содержат не только сложные углеводы, в них также находится клетчатка. Сейчас можно найти также макароны, которые наполовину состоят из цельнозерновой муки, и на 50% состоят из овощей. Это и вкусно, это и полезно, и таким образом по процентному содержанию меняется мука на овощи, на овощную муку снижается количество килокалорий. Входит ли порция салата на диете 2 стакана в объем этого самого стакана? Ну, давайте начнем с того, какой именно салат вы имеете в виду, потому что салат, он бывает же разный. Можно приготовить слоеный салат из различных овощей с добавлениями соуса из йогурта. Можно взять салат помидоры, огурцы, морковь, капуста, сладкий перец, и можно взять листья салата. Я, когда готовлю сложные салаты, ну, слоеные или такие вот, как запеканка, горячие салаты, то беру порцию объемом стакан. Но если у меня другое питание, например, куриная грудка с добавлением сложных углеводов, то вот эта часть считается в объеме стакана, а зеленые листики салата я кладу рядом. Кстати, примеры вот такого питания, примеры вот такого меню, саму тарелочку, как я ее формирую, можете посмотреть в видео, где я показываю рецепты для диеты 2 стакана. Также вижу, что некоторые запутались, смотрят рецепты, которые были выпущены год назад, полгода назад. Даже есть у меня рецепты, которые вышли совсем недавно, и они никакого отношения не имеют к диете 2 стакана, именно к вот этому объему. Те рецепты, где не говорится, что это рецепты для диеты 2 стакана, вы можете использовать на интервальном питании, на правильном питании, на диете Дюкан. И как бы люди не понимают, почему вот последнее время, поскольку я в последнее время нахожусь на интервальном питании, я его не бросаю, и порции измеряю в объеме именно вот 250 мл, вот стакан 250 мл. И люди смотрят и не понимают, что там как бы лежит вот такой вот кусок мяса, который, ну как бы больше, чем объем стакана. Эти рецепты сняты для другого питания. Но если вы хотите их использовать на диете 2 стакана, просто измените объем порции. За какой период можно похудеть на 20 кг? Здесь необходимо учитывать сразу несколько факторов. Ваш исходный вес, ваш возраст, гормональный фон, физическую активность и правильно подобранную диету. Многие заблуждаются, особенно это свойственно новичкам. Мы думаем, что, чтобы похудеть быстро, я буду питаться там одной зеленью, три листика салата в день и вуаля. Или же одноразовое питание, или же какая-то монодиета, или же вообще одноразовый прием пищи. Исключите это даже из своих мыслей, не только из практики, но даже не думайте об этом, поскольку, во-первых, долго вы так не продержитесь, у вас будет обязательно 100% срыв. Я знаю, о чем я говорю, потому что я тоже через это прошла. Я тоже, у меня было время, когда я так и думала, что, ну, чтобы похудеть побыстрее, нужно ограничить себя и в том, и в том, и в том. Но, к сожалению, это не работает. Даже если ты потеряешь там какое-то количество килограмм, они потом вернутся и приведут с собой друзей. Если вы хотите потерять лишний вес, без вреда для здоровья, то считается нормальным похудение 4-5 килограмм в месяц. То есть, если ты будешь больше заниматься, если ты будешь физически активно, то сможешь потерять 5-6 даже килограмм в месяц. В первый месяц всегда уходит больше, потому что уходит вода, потому что перестраивается организм. Он еще не понимает, что ты его начинаешь тренировать и ограничивать во всем, и как бы процесс идет быстрее. Второй, третий, там, четвертый, пятый месяц вес уходить будет, но не так интенсивно, как в первый. Поэтому, если физической активности больше, то потеря веса, соответственно, больше. Если физической активности меньше, то, соответственно, по времени это займет немного больше. Но, когда человек теряет 10 килограмм, там, 12, есть такие люди, которые теряют вот такую цифру лишнего веса в месяц, но результат, он не удерживается, вес потом возвращается. Поэтому помните о том, тише едешь, дальше будешь. Я не наедаюсь, у меня все мысли о еде. Постоянно хочется есть. Не могу удержаться на правильном питании. Почему такое происходит? Дело в том, что это первый признак того, что слишком низкая калорийность, недостаток белковой пищи, недостаток жиров. Если вы исключили хлеб и сложные углеводы, то это недостаток углеводов. И, соответственно, питаясь там половинкой помидорчика и тремя дольками огурчика и там 10 грамм зеленого салатика, соответственно, у человека будут все мысли только о еде. Режим нужно составлять правильно. В меню должны быть все необходимые элементы. Пища должна насыщать. Если вы не будете наедаться, то на диете вы долго не продержитесь. Вот я уже снимала отдельный сюжет, где говорила, что диетическое питание, оно не только полезное, оно не только помогает снижать лишний вес, но оно в разы и в разы вкуснее всех вот этих вот жареных пирожков, какой-то жирной пищи, какой-то соленой пищи. Нужно немножечко уделить времени изучить рецепты по своему вкусу. Опять же, если ты терпеть не можешь гречку и ты выбираешь гречневую диету, то потом, естественно, и есть хочется, и срыв получается, а похудеть в конечном итоге не получается. Поэтому всегда подбирайте меню под свои вкусовые предпочтения. Тогда все у вас получится. И, конечно же, после потери веса, вот ты увидела на весах эту заветную цифру, не кидайтесь во все тяжкие и не начинайте снова, вот если до процесса похудения твой рацион был на 2000 килокалорий, ты начала стройнеть, сократила калорий до 1200, до 1300, ты потеряла эти ненавистные лишние килограммы. И что делать потом? У меня тоже спрашивают, как удержать вес? Как бы все стройнеть я больше не хочу, меня все устраивает. И какой должен быть калораж? Если ты стройнела там на 1200 килокалорий, то вполне нормально добавить вот этому калоражу 200-300 килокалорий. И чтобы рацион, дневной рацион составлял 1400, 1500, 1600 килокалорий. Опять же здесь учитывайте то, если ты хочешь есть больше, то нужно где-то же эти калории тратить, поэтому не запрещено есть от 1600 до 1800 килокалорий, но при этом необходимо заниматься спортом. Или же ежедневно ходить не менее часа. Если же нет желания заниматься спортом, если же нет возможности такой, то калораж нужно повысить максимально 200-300 килокалорий плюс к тем килокалориям, на которых вы теряли. То есть если было 1200, то 1400, 1500 и не более. Иначе вес снова начнет расти. Какую пить воду? Какой температуры она должна быть? Можно ли пить кипяченую воду? Можно ли пить воду из-под крана? Если у вас стоят специальные фильтры трехфазной очистки, вот у меня такие стоят фильтры в квартире в Украине, то, конечно же, такую воду из-под крана пить можно. Она не только очищена от всех вот этих вот тяжелых металлов, хлора, но она еще дополнительно обогащается. У кого-то у меня стоят фильтры с серебром, у кого-то стоят фильтры с другими микроэлементами. Такую воду из-под крана пить можно. Кипяченую воду, смысл ее пить? Она мертвая. Мы уже выкипятили из нее. При такой температуре, температуре кипячения, разрушаются все полезные микроэлементы, которые в ней содержатся. Можно также покупать воду, обогащенную магнием, обогащенную кремнием и любую минеральную воду, но желательно без газа. Опять же, минеральную воду здесь тоже стоит оговорить тот факт, что минеральная вода есть лечебная, которую постоянно пить нельзя. И некоторым людям она даже противопоказана. Как бы лечебную минеральную воду можно употреблять только по назначению врача. Но есть столовая минеральная вода, которую можно пить. Какой температуры должна быть вода? Конечно же, не кипяток, потому что мы ее не кипятим, а просто подогреваем. Она должна быть комфортной температуры и чуть горячее, комнатной, так скажем, чтобы было понятно. Если у вас есть градусник, можете измерить 35, 36, 37 градусов. У меня буквально вчера был комментарий, что нельзя пить теплую воду натощак и перед едой, потому что будут запоры. Вот иногда некоторые комментарии, люди пишут, ну, я даже не могу понять, зачем. Гастроэнтерологи от запоров рекомендуют пить теплую воду с утра перед каждым приемом пищи для того, чтобы избавиться от запоров. Ну, и напоследок отвечу вопрос, позволяю ли я себе что-то вредное. Конечно, позволяю. У меня, во-первых, есть загрузочный обед раз в неделю. И это уже продолжается лет 5-6. Не могу уже точно сказать, но давно. И именно это мне помогает не срываться. Когда я еду в отпуск, я позволяю себе все. Я иногда даже отхожу, вот как было в этот раз, от интервального питания. Не соблюдаю какие-то там рамки временные. Могу поужинать и в 8, и в 9 вечера. Не соблюдаю калорийность дня. Ем все, что хочу. Иначе, если вы не будете себе давать волю, если вы не будете позволять себе что-то вот такое вот лишнее, вы никогда не сможете удержать вес. Конечно, есть некоторые нюансы, о которых я тоже уже говорила. Но я повторюсь сейчас, потому что прекрасно понимаю, что люди, которые постройнели, они уходят с канала, приходят новые зрители и видео, которые там были сняты 3-4 года назад, не всегда можно быстро найти. У меня есть некоторые правила, которые я соблюдаю, которые мне помогают. Если вы их будете соблюдать, они помогут и вам. Потом вспомните мои слова. Перед новогодними праздниками или перед длительным отпуском, я ограничиваю себя в питании. Все у меня очень строго соблюдено. Плюс дополнительная порция спорта, ходьба не только часа, может быть и 2 и 3 часа. И это мне помогает на 2-3 килограмма перед праздниками или отпуском снизить вес. И когда я еду отдыхать и отрываюсь по полной, то набираю то, что было потеряно. Как бы вес не растет. Вот если ты этого не делаешь, у тебя там, ну, возьмем 60 килограмм, ты поехала там, отдохнула, ничего не делала, лежала на пляже, там потягивала какие-то коктейльчики, все это заедала фруктами, да еще и вот такой вот кремовый тортик на ужин, то, соответственно, вернешься ты не 60 килограмм, а 65. Но когда ты уже подготовила свой организм, потом еще ему дала вот такую вот вкусную конфетку в плане позволения лишнего, то вес не будет расти, во-первых, стремительно, во-вторых, даже если ты что-то наберешь, то это не будет критически вот так вот важно. И после возвращения из отпуска я снова возвращаюсь вот на тот режим питания, который был перед отпуском или перед там новогодними праздниками, потому что они у нас, как правило, отмечаются очень долго, практически месяц, ну, как месяц, потому что у нас так складывается, что дни рождения после Нового года, потом начинается День Святого Валентина, и, ну, в общем, как-то так. И потом я исключаю все, что позволяло себе, возвращаюсь на тот ковараж и интенсивно занимаюсь спортом. На этом сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что вы были со мной. Большое спасибо за ваши комментарии, за ваши подписки, за ваши пальчики вверх, за то, что поддерживаете вот такую вот теплую, приятную, дружескую атмосферу на канале. Мне, вот, девочки, искренне скажу, очень приятно, что у нас вот такая вот команда. Целую, обнимаю и жду вас в моем следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.